А у меня это дуэльное фехтование, которое он был когда-то использовал на получении индуэльентов, но уже колодцы. 13 февраля благотворительная организация МЯТА, которая больше 5 лет занимается образованием и трудоустройством детей из детских домов. На данный момент 142 подопечных организации нашли для себя подходящее занятие в различных сферах. Пригласила мастера спорта международного класса по фехтованию на рапирах Дмитрия Ригина провести мастер-класс для воспитанников детского дома номер 7. Сегодня приходил Дмитрий Ригин. Он сегодня рассказывал нам про фехтование, что это вообще за вид спорта. Он побеседовал с ребятами, показал нам мастер-класс, попил с нами чай. Мы находились в дружной домашней обстановке. Я хочу прийти туда, куда ходит Дмитрий, посмотреть на паралимпийцев, как они там тренируются. Для юных слушателей мастер-класса это было первое знакомство с миром фехтования. Поэтому Дмитрий совместно с волонтером организации Натальей Локтёновой, которой отдельное спасибо за эту встречу, подготовили для показа различные видео, дали ребятам возможность подержать в руках оружие и экипировку и задать интересующие их вопросы. Ну а чтобы каждый из них смог попробовать себя в роли фехтовальщика, экипировочный центр «Флаг» предоставил специальное детское пластиковое оружие. Возможность попробовать самим все, о чем так увлекательно рассказывал Дмитрий, стала для ребят настоящей неожиданностью и одним из главных впечатлений всего дня. Я узнала, как маршрут саблей. Ну он говорил, что весной в мае будет тоже фехтовать, и он пригласил нас. Мы там пробовали, но я, конечно, победила. Вот, ну там я попадала все время, ну в цель, куда он нам говорил, и я попадала. Очень приятно, что несмотря на сумасшедший ритм предолимпийской подготовки, спортсмен сборной России по фехтованию нашел возможность уделить внимание и пообщаться с детьми. Надеемся, что в будущем таких встреч будет еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова